В Хакасе сегодня скорбит. Республика простилась с Александром Савельевым. Боец спецназа ГРУ Геройский погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Трагическая новость. Сегодня стало известно, что в ходе специальной операции на территории Украины погиб житель Верховашского района Олег Шишов. Сегодня хоронят Сергея Конюхова, десантника, который погиб в ходе военной спецоперации. На связи со студией Илья Беликов. Илья, что происходит в эти минуты? Сегодня стало известно, что погибли двое военнослужащих из Красноярского края. Первый был житель Норильска, второй – Манского района. В Манском районе попрощались с Александром Озаренко. С военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине, сегодня простились в Бердске лейтенант Семен Тощелык. В Александрово-Гайском районе похоронили десантника Нурлбеком Бугитаева, участника спецоперации на Украине. В селе Большой Вьяс Лунинского района сегодня была церемония прощания с рядовым контрактной службой Александром Бочниковым. Ему было 25 лет, учился в большевьяской школе. В 2014 году поступил в Пензенский государственный университет на факультет энергетики, нанотехнологии и радиоэлектроники. 9 марта погиб во время спецоперации на Украине. Сегодня республика прощалась сразу с двумя военнослужащими, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Ефрейтором Александром Бесовым и младшим сержантом Владимиром Мокшиным. Траурные церемонии прошли в Милионзии. В Кудагестане попрощались с офицером российской армии. Сегодня республика прощалась сразу с двумя военнослужащими. В Кузнецке сегодня простились. В Сырской области простились. В Шумском районе простились с участником боевых действий. Северная Осетия обращается с воинами. В Черемховском районе простились с Романом Лазаревым. Сегодня была церемония прощения с рядовым контрактной службой Александром Бочниковым. Республика простились с Александром Савельевым. Александру Савельеву было 22 года. 23 года. 19-летний Дмитрий Белоусов. Ему было 25 лет. Было 24 года. 21-летний Виталий Голуб.